В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков, приятно выигрывать, и это чистая победа наших ребят на характере. То, что я хотел сказать, наверное, им большое спасибо, что они понимали, что очень тяжело. Но что касается игры, если так быстренько подытожить, то есть первый тайм, то, что просили ребят, делали. Единственный вопрос это был, конечно, мы немножко сбились не на ту игру, которую хотели были. У нас был короткий средний пас, и из-за этого, наверное, мы очень мало мячей доставили в штрафную. Хотя при этом имели очень два хороших момента, стопроцентных, которые мы реализовали, нам, наверное, было легче. Что касается арсенала, ребята очень хорошо были подготовлены. Видно, что, наверное, играли в нижнем блоке, не давали нам многие моменты делать, успевали перекрывать зоны. И в штрафной тоже мало нам дали, что совершить. Ну, плюс вратарь неплохо, то есть, плюс, наверное, наши еще, что касается первого тайма, это завершающие удары наши были либо не подготовлены, либо были не такой, как бы, силы, которым хотелось бы видеть. Что касается второго тайма, немножко с ребятами переговорили, хотели убыстрить игру за счет врывания в инсайдов. И, в принципе, у Демченко, у Бакича были очень хорошие моменты. Но, вы знаете, время начало быстренько течь, и, наверное, начали в некоторых моментах спешить. То есть, начали торопиться в принятии решения. Где-то были невынужденные передачи, которые мы не просили делать. Но, не тем не менее, наверное, наше желание вознаградилось тем, что там забили очень хороший гол после замены. То, что попросили Ложкина ворваться в эти зоны. В принципе, он ворвался, сделал передачу на Бакича под себя, где он реализовал. Ну, уже, как бы, психология немножко, наверное, сработала в том плане. Плюс еще, наверное, небольшая травма Калинина. Немножко нам пришлось перестраиваться, мы, как бы, не были готовы, что, может, защитник у нас выпасть. И концовка, наверное, получилась такая на удержание счета. В принципе, в Арсенал мне тоже понравилась хорошая команда, которая была организована в защите. И при этом очень хорошо построена быстрая игра перехода из обороны в атаку. Мы это знали. Мы, кстати, они могли нам даже, нас немножко огорчить в некоторых моментах. Нет, почему пугаться? Я, наверное, предполагал, пока я не узнал. Видно, он с моим помощником о чем-то договорился, поэтому побежал. То есть, это эмоция, это радость. Для этого, как бы, и есть футбол. То есть, полностью оправдал наше доверие. То есть, даже, как бы, некоторые моменты, то, что он отдавал передачи, делал. То есть, видно, что у Влада очень большой потенциал. Да, может, он имеет мало игровой практики, но мы в него верим. Самое главное, и что касается, например, даже сегодняшней игры, то есть, очень большое количество молодых футболистов. По-моему, взять, если мои помощники не ошибаются, там, 24 с чем-то средний наш возраст был. Это очень радует, потому что есть ребята молодые, которые выходят на замену, наши воспитанники. Наверное, вот это вот одно из таких составляющих моментов, что то, что касается ребят, которые вы назвали травмированных, это Рома Бегунов пока что, но он и в прошлой матче не участвовал еще. Еще он пока что не готов работать на 100%. Что касается Антона, ну, к сожалению, как бы реабилитация проходит не очень быстро. Я уже говорил на прошлой пресс-конференции, что мы ждем его возвращения, но пока что он не готов. И что касается Артема Быкова, ну, было не очень хорошее самочувствие. Все везде, мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Именно в городе и в этом городе не могла давно добиться победы. То есть это тоже радует, как бы мы это знали, я ребятам не говорил, но такое-такое было. Что не могли Динамо, не помню, года три, наверное, не могло выиграть здесь. То, что касается на ноль, ну, это на ноль, это очень хорошо, это всегда радует, что в обороне не было. Но как тренеру могу сказать, все равно какие-то ошибки мы совершили, с которыми надо все равно работать. Для нас, как для команды, эта победа очень важна. Знаете, как бы, есть хорошая поговорка, сказал Лобановский. Игра забывается, результат остается. В любом случае, как бы, хотелось бы и игру, и результат. В принципе, сегодня момент, то, что мы видели, это как бы была игра хорошая, и был результат хороший. Вот, так что, конечно, хочется, как бы, и игру, и результат, но я говорю все равно, в истории-то говорят, что результат остался, и игра может забыться. Дился реально? До свидания? Редактор субтитров.